Референдум 2022 Александр Лукашенко проголосовал на республиканском референдуме, что говорил белорусский лидер. Семь часов воли изъявления граждан позади. Я пришла сегодня проголосовать за мир в Беларуси, чтобы было все хорошо. Какая явка в регионах и где голосование уже состоялось. На высшем уровне за ходом проведения референдума следят и международные наблюдатели. Нарушения препятствующих ходу возведения граждан мы не зафиксировали. На чем еще акцентируют эксперты. Конституция прописана в духе народа и желании белорусов. Это заявил наш президент сразу после того, как отдал свой голос на референдуме. В новой редакции основного документа страны ВНС станет высшим органом народовласти и будет наделено стратегически важными полномочиями. К нему перейдет право назначать членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома. Будет право и законодательные инициативы. Если большинство граждан поддержат предложение, то уже через 10 дней после официального опубликования результатов новая Конституция вступит в силу. Таким образом, белорусы получили возможность повлиять на будущее страны. Свой голос на референдуме отдал и мэр города. Александр Студнев с самого утра прибыл на участок, чтобы сделать выбор во имя будущего страны. Важный день в этом году не пропускает руководство города. Мэр Бобруйска отдал свой голос в 10 утра на 33-м участке, который расположился в здании электрических сетей. Александр Студнев согласно процедуре сперва показал паспорт членам комиссии. Они сверили данные. После расписался в бланке и на руки получил бюллетень. Затем отправился в кабинку и сделал свой выбор. Сегодня мы делаем определенный шаг в будущее. Я благодарен сегодня в первую очередь нашим бобруйчанам, люди, которые со своей гражданской позицией тоже не находятся в стороне, потому что они тоже активно участвовали и давали конкретно свои предложения по внесению изменений в Конституцию. И хочу сказать, что именно определенные наши предложения тоже были приняты. В этот день судьбоносные решения принимают бобруйчане всех возрастов. От впервые голосующих до пенсионеров. Сделать выбор могут те, кому исполнилось 18. Чтобы наша Беларусь расцветала, войны не было. Самое главное, чтобы наши дети и внуки были в мир. Это долг каждого жителя республики, города нашего, чтобы каждый был уверен в завтрашнем дне, что он будет в безопасности, как говорится. Ну и какие-то гарантии будут у него в завтрашнем и в дальнейшем будущем. Мы, как вам сказать, не в стороне не остаёмся от тех всех событий, которые происходят в стране, за рубежом и так далее. По традиции голосование – это всегда праздник. За хорошее настроение отвечают творческие коллективы города. На многих участках организованы концерты. Трудятся и представители торговли. На прилавках свежая продукция бобруйского производства. Всевозможные угощения представлены по самым доступным ценам. Это и кулинарные изделия, кондитерские изделия, напитки всевозможные, фрукты, овощи. И в рамках торгового обслуживания мы также проводим всевозможные акционные мероприятия. Это дегустации, акции. Сегодня день, который войдёт в историю. Стать его частью может каждый. Новая Конституция – это курс развития на десятилетия вперёд. Гражданам не безразлична страна, в которой живут они и будут жить их детям. Ровно в 20.00 участки для голосования закроют свои двери. Сразу после комиссия подсчитает бюллетени на местах. Затем их отправят в Центральную комиссию, где ЦИК подведёт итоги. Предварительные результаты станут известны к часу ночи. К проведению важной политической кампании года вся страна шла не один месяц. Каждый белорус имел возможность внести дополнение письменно на диалоговых площадках и общественных приёмных. Обратная связь показала – люди за порядок, законность и процветание. Девять из десяти предложений учли в финальном документе. Как итог – новая Конституция – шаг к развитию общества и государства. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Количество проголосовавших белорусов растёт. По данным Центра сберкома на 12 часов явка превысила 52%. В Могилёвской области свой выбор сделали свыше 56% жителей. Лидирует Гомельская. Там проголосовали 58,27%. Брестской гражданскую позицию выразили чуть больше 52% человек от общего числа, включённых в списки по региону. В Витебской – 56,19%. В Минской – 52%. В Гродненской на участки пришли более 52%. Отстаёт столица. Пока – 44%. Напомним, в Могилёвской области организовано 707 участков. Сегодня также заработали и дополнительные – в больницах, санаториях и домах отдыха. За мир, покой и стабильность. Сегодня на участки приходят и те, для кого наша страна стала вторым домом. В числе новоиспечённых белорусов и бывшие жители соседнего государства. С украинкой по национальности и белорусской по гражданству пообщалась Татьяна Горбач. Семью Куркоит из родного дома в Донецкой области прогнала война. В 2014-м они были вынуждены бежать из зоны активных боевых действий. Где именно искать спасение, долго не думали. Приехали в Беларусь. Здесь помогли с работой, с жильём и документами. В феврале Елена получила белорусский паспорт. И уже сегодня женщина впервые участвует в референдуме на новой родине. Я горжусь, что я стала белорусской. Я этого ждала года два-три, так это точно. Вспомню тот момент, когда всё начиналось на Украине в 2014 году. Конечно, я бы не хотела, чтобы здесь, в Беларуси, это было. Я пришла сегодня проголосовать за мир в Беларуси, чтобы было всё хорошо. Беларусь для семьи Куркоит стала вторым домом. Мирным, уютным и надёжным. Елена – медсестра общей практики в первой поликлинике. Её супруг Сергей – инженер-технолог на заводе тракторных деталей и агрегат. 15-летний сын Дмитрий учится в 12-й школе. Сделать судьбоносный выбор пришли все вместе. В этот ответственный день я пришёл поддержать жену в таком важном решении. Я тоже скоро получу белорусское гражданство. Отношения людей в Республике Беларусь очень хорошие. Нас очень хорошо приняли, помогли. На втором участке многолюдно голосуют молодёжь, военнослужащие и семейные пары. Всего здесь зарегистрировано 2537 человек. Я хочу отметить, что сегодня в день референдума отмечается высокая активность голосующих. Всё идёт в обычном штатном режиме. Нет равнодушия, только активная гражданская позиция. Принять участие в референдуме – долг каждого. Именно так считают белорусы, которые хотят сами определять свою судьбу. Я пришла сегодня голосовать за будущее своих детей, за будущее внуков, за нашу Родину, за Беларусь. Хотя я сама как лучка, и мне так сейчас тяжело всё это представить, что творится у меня на Родине. Поэтому живу здесь больше 40 лет и хочу, чтобы наша Беларусь всегда процветала. Активное участие граждан в референдуме доказывает – белорусам не безразлична судьба своей страны. Они делают выбор в пользу мира, сохранения всех социальных гарантий и исторической правды. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Гласно и открыто за электоральной кампанией в Беларуси следят международные наблюдатели. Всего их аккредитовано 195. Чтобы удостовериться в прозрачности проведения референдума, свои миссии в нашу страну направили СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и Парламентская ассамблея ОДКБ. Прибыли и эксперты от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана и других европейских стран. К слову, за выполнением законодательства следят также порядка 45 тысяч национальных наблюдателей. Нарушения препятствующих ходу возделения граждан мы не зафиксировали. На участках присутствуют национальные наблюдатели. Все условия для возделения граждан созданы. Есть текст права Конституции, есть возможность людей с ограниченными возможностями с ним ознакомиться. В Беларуси, как и в других странах, процесс возделения проходит на высшем уровне. Наблюдатели не ограничены в перемещениях по стране и могут общаться с голосующими. После закрытия участков в 20.00 они проконтролируют подсчет бюллетеней и правильность оформления протоколов. Это все и события к этой минуте. Корреспонденты Бобруйск-360 следят за референдумом 2022 в особом режиме. До встречи в 17 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова